Белок Жизнь есть способ существования белка. Так считал Фридрих Энгельс, и надо сказать, что многие современные поборники здорового образа жизни подтверждают его слова. Так что же такое белок, или говоря научным языком, протеин? Давайте разбираться. Сам термин протеин был предложен еще в 1838 году шведским химиком Якобом Берцелиусом для обозначения молекулы белка. Белок человеческого тела состоит из 20 аминокислот. 10 из этих аминокислот являются незаменимыми. Это означает, что организм не может синтезировать их самостоятельно. 10 же являются заменимыми, то есть организм может их создать из других аминокислот. Это означает, что заменимые аминокислоты организм в состоянии синтезировать сам. А вот незаменимые обязательно должны поступать с пищей. По сути, Михаил, аминокислоты очень похожи на оркестр. Каждый музыкант играет свою мелодию, но только все вместе они могут исполнить полноценную музыкальную композицию. Ну что же, давайте ударим в смычки прямо здесь, в студию, я предлагаю. Давайте ударим. Первая незаменимая аминокислота – изолейцин. Изолейцин способствует росту мышц, обеспечивает мышцы энергией, уменьшает воздействие стрессовых факторов на организм, участвует в выработке гемоглобина. Дефицит изолейцина может приводить к возникновению возбуждения, беспокойства, ощущения тревоги, а также повышенному утомлению, чувству страха и головокружению. В каких же продуктах присутствует изолейцин? Изолейцин содержится в орехах, семечках, сыре, рыбе, птице и зародышах пшеницы. Итак, первая аминокислота – изолейцин. Пожалуйста, как работает аминокислота? Вторая. Итак, вторая незаменимая аминокислота – это лейцин. Лейцин. Необходимая для роста и развития мышц. Она способствует заживлению ран, сращиванию костей, стабилизирует уровень глюкозы в крови. Дефицит лейцина приводит к снижению роста тела, нарушению процессов восстановления, снижению обмена веществ и повышению уровня глюкозы в крови. В каких продуктах находится эта важная аминокислота? Большое количество лейцина содержится в молочных продуктах, овсе, зародышах пшеницы, а также в мясе. Итак, как работает аминокислота? Следующая аминокислота – это валин. Вырабатывает энергию, нужна для укрепления мышц и поддержания их тонуса. Также валин нужен для восстановления тканей печени в случае их повреждения. Например, при токсическом гепатите. При недостатке валина нарушается координация движений и повышается чувствительность кожи. Валин содержится в молочных продуктах, в зерновых, мясе, грибах и продуктах из сои. Так как же работает валин? Тоже хорошо. Еще одна незаменима аминокислота – это гистидин. Гистидин. Особенно необходим гистидин организму в период роста при стрессе и при восстановлении после болезней и травм. Гистидин также участвует в усвоении таких важных микроэлементов, как цинк и медь. Дефицит гистидина в питании приводит к появлению боли и воспаления в мышечной ткани. А где он находится? В каких продуктах? Он находится в таких продуктах, как свинина, птица, сыр, зародыши, пшеницы. И как же работает у нас гистидин? Бодро. Следующая важная аминокислота – это лизин. Лизин. Лизин – эффективное средство профилактики вирусных инфекций, в частности, вируса герпеса. Конечно. Лизин также увеличивает выносливость мышц и участвует в формировании коллагена одного из основных белков опорно-двигательного аппарата человека. Дефицит лизина может замедлить восстановление мышечной и соединительной ткани и привести к потере костной массы тела. Лизин в большом количестве содержится в рыбе, птице, молоке, зародышах пшеницы, что очень важно, бобовых и арахисе. И лизин у нас работает как? Бодренько. Бодренько, да уж. Другая незаменимая аминокислота – метионин. 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 Это аминокислота примечательна тем, что она содержит серу и тем самым предотвращает заболевания кожи и ногтей, а также влияет на рост волос. Метионин является мощным антиоксидантом и положительно сказывается на функции печени человека. Так если это антиоксидант, значит он замедляет старение? Совершенно верно, он замедляет старение, влияет на ткани печени. Дефицит метионина может вызывать у человека снижение уровня гемоглобина и накопление жира в клетках печени. Где находится этот метионин? Ну, он очень распространен в молочных продуктах, например, в твороге, а также в бобовых и арахисе. Итак, метионин, ваше слово. Следующая аминокислота это трианин. 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 Который необходим для формирования эмали-зубов, а также таких белков, как эластин и коллаген. Он помогает организму обезвреживать токсины и предотвращает накопление жира в клетках печени. Недостаток трианина приводит к появлению усталости преждевременного человека, а также может привести к ожирению печени. Угу. Наверняка содержится в твороге. В мясе, в молочных продуктах и в яйцах. И в яйцах. Итак, трианин, что вы хотите нам сказать? Трианин. И следующая аминокислота это триптофан. Триптофан. Триптофан, который является в нашем организме предшественником серотонина. Да, гормоном радости. Вещество, которое ответственно за наше настроение, качество сна и восприятие боли. А также триптофан участвует в выработке мелатонина, гормона, который определяет качество нашего сна. Низкое содержание триптофана в организме ассоциировано с такими заболеваниями, как хронические головные боли, нарушение сна и расстройство нервной системы. То есть из-за дефицита триптофана может болеть голова. А многие таблеточки принимают, думают пройдет. А у вас, может, триптофана не хватает. Вот он, ходит где-то рядом. Триптофан. Да, а ходит он в индейке, в молочных продуктах, в яйцах, в орехах и в семечках. Триптофан, что вы нам продемонстрируете? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Очень хорошо, а? АПЛОДИСМЕНТЫ Следующая аминокислота – это фенилаланин. Фенилаланин! АПЛОДИСМЕНТЫ Фенилаланин служит предшественникам для выработки таких биологически активных веществ, как, например, норадреналин, который повышает у человека уровень бодрствования, психическую энергию и активность. Существует мнение, что фенилаланин влияет на уровень эндорфинов, так называемых гормонов радости, которые вырабатываются в нашей нервной системе. Соответственно, дефицит фенилаланина зачастую приводит к развитию депрессии. Звоните ему, и он придёт к вам. Да. А прийти он может из мясных и молочных продуктов. И в значительно меньших количествах из продуктов растительного происхождения. И вам будет весело. Как? Продемонстрируйте, пожалуйста, веселье вашего прихода. Вот. Очень важная, очень важная аминокислота – это аргинин. Аргинин, где ты? Вот он. Которая влияет практически на все функции организма, но в особенности на иммунную систему, также на репродуктивную сферу человека, способствует выведению токсических отходов обмена веществ. Аргинин также влияет на аминорецепторы поджелудочной железы, усиливая выделение инсулина. И тем самым снижая уровень глюкозы в крови. Также он является веществом, которое стимулирует выработку гормона роста, необходимого для восстановления нашего опорно-двигательного аппарата. Дефицит аргинина в питании может привести к замедлению темпов роста, увеличению жировой массы тела. У детей, например. Например, у детей. И в случае дефицита аргинина также может повышаться артериальное давление, потому что аргинин в нашем организме является донатором азота. Вещества необходимы для поддержания нормального тонуса артериальных сосудов. Достаточно легко восполнить дефицит аргинина такими продуктами, как мясо, молочные продукты, орехи, кукуруза, шоколад, изюм и кунжут. Прекрасно. Итак, аргинин, как вы действуете? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что же, вот эти 10 незаменимых аминокислот образуют оркестр. Оркестр, который в состоянии сыграть стройную мелодию. Мелодию жизни. Браво! 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 Итак, дорогие зрители, вы поняли, что аминокислоты нам необходимы. Особенно необходимы те, которые называют незаменимыми. И несмотря на то, что их 10, вам достаточно употреблять в пищу 5 основных продуктов, для того, чтобы полностью покрывать потребности организма в незаменимых аминокислотах. В этой пятерке такие продукты, как молочные продукты, мясо, проростки пшеницы, арахис и яйца. Ну что же, господа, спасибо вам за реализацию. Теперь мы знаем, что аминокислоты работают в унисонах, если они есть в организме.